Российские биржевики в этом году уже выходили на работу 4, 5 и 6, но сегодня, когда страна окончательно вернулась с новогодних праздников, решили устроить массовую распродажу. В эти минуты доллар дорожает на 1,5 рубля и стоит 76,11, евро взлетел больше чем на 2 рубля, курс 82,75. Утром рост был еще серьезнее, европеец подбирался к отметке 84, таких цен не было с декабря 2014. Наш индекс ММВБ и РТС по итогам сегодняшних торгов потеряли почти 4 и больше 5 процентов соответственно. РТС так глубоко последний раз падал в декабре 2014 года. Причина шторма на российском рынке это мощное падение нефти и мировых бирж, которое случилось на прошлой неделе из-за Китая. Тот, увидев замедление своей экономики, давно взял курс на реформы и в начале этого года решил немного девальвировать юань и ввести новые правила для торговли на биржах. Но эти колебания и опасения того, что девальвацию в Китае могут продолжить, испугали биржевиков по всему миру. В результате, как подсчитал Блумберг, 400 богатейших людей планеты из-за подешевевших акций потеряли за неделю 194 миллиарда долларов. Почему всех так волнует Китай? Во-первых, размеры. Его экономика вторая по величине в мире. Что еще важнее, Китай обеспечивает примерно 40 процентов мирового роста ВВП. Ну а кроме того, он второй по размерам потребитель нефти на планете. Тем временем, банк Морган Стэнли сегодня спрогнозировал, что эта самая нефть, которая сегодня, кстати, установила новый антирекорд за 12 лет, в ближайшее время может подешеветь с нынешних 32 до 20 долларов за баррель. И рублю это, конечно, обещает новые падения.